На выборы президента от КПРФ пойдет Павел Грудинин, директор подмосковного совхоза имени Ленина. Такое решение принял сегодня съезд партии. Что касается Геннадия Зюганова, то он возглавит предвыборный штаб. Уникальность ситуации в том, что Грудинин беспартийный, однако он заявил, что полностью разделяет идеалы КПРФ и готов представлять ее на выборах. С подробностями Екатерина Миронова. Российские коммунисты долго хранили интригу на все вопросы о кандидате. В президенты от КПРФ Геннадий Зюганов отвечал уклончиво. Но сегодня на съезде делегаты поставили точку в догадках и официально выдвинули на выборы Павла Грудинина, руководителя подмосковного совхоза имени Ленина. Делегатов более 300. В бюллетене единственная фамилия голосования тайное. Большинство за, но были кто против. Тайное голосование показало блестящий результат. Павел Николаевич меня переделал. Я получил голосов больше против. Из 314 он получил. Получил один с голосовым. Это нормально. Это 3%. Но это свидетельство организации абсолютно живая. Никто никого не принуждал. Голосовали достойно и честно. Павлу Грудинину 57 лет. Окончил Московский институт инженеров сельского хозяйства. Потом Российскую академию госслужбы. Свою жизнь он посвятил подмосковному совхозу имени Ленина. Заведовал мастерскими, потом стал заместителем директора. А с 95-го года бессменный руководитель. С тех пор Грудинин по сути строил социализм на отдельно взятой территории. Успешно. Совхоз предмет несказанной гордости КПРФ. Такими забытыми принципами он собирается решить современные проблемы России. Именно в моем хозяйстве, в коллективе, в котором я руковожу больше 20 лет, мы сделали все, чтобы показать, что если бы идеи социалистические не были попраны, и мы не изменили бы вектор развития, мы бы все жили, как в нашем совхозе. А это значит бесплатное образование, бестратное здравоохранение. Это значит социальные льготы пенсионерам. Это значит бесплатные детские кружки. Ну и все, что вы увидите и видели в нашем хозяйстве. Поэтому мы не просто люди, которые что-то говорят. Коммунистическая партия Российской Федерации – это та политическая сила, которая говорит и делает. Грудинин пойдет на выборы с программой КПРФ. Те самые 10 шагов к достойной жизни, которые так давно пропагандируют коммунисты. В числе пунктов – выход из ВТО, контроль государства над тарифами и банковской сферой, упразднение НДС. Главное – борьба с бедностью. Павел Грудинин – политически активный гражданин. 14 лет он являлся депутатом Московской областной думы. Состоял в «Единой России». В 2000 году был доверенным лицом Владимира Путина. А в 2012 уже поддерживал Геннадия Зюганова. Именно лидер КПРФ предложил Грудинина в качестве кандидата. Все вместе пришли к выводу, что в данной ситуации очень важен для страны реальный пример. Успешный пример преодоления кризиса и создания зоны социального оптимизма, где главная забота о простом труженике. Это объединяет нас со всеми отраслями и одновременно дает простор для объединения широким блоком государственно-патриотических сил. Съезд, по сути дела, уже очевидно, уже единогласно тоже проголосовал за выдвижение Павла Николаевича кандидатом президентой. Несмотря на то, что фамилии Зюганова не будет в избирательных бюллетенях, работы во время предвыборной гонки лидеру коммунистов предстоит немало. Глава КПРФ станет главой избирательного штаба Павла Грудинина. Такой тандем. У меня есть руководитель штаба, и мне гораздо легче, потому что человек точно знает, что нужно делать. Поэтому я буду подчиняться своему штабу или работать по его разработкам. Я думаю, что у нас все получится. Подать документы в Центральную избирательную комиссию для выдвижения своего кандидата коммунисты собираются до Нового года, в конце следующей недели. Екатерина Миронова, Виталий Кайданович, Вадим Самсонов. Вести. Продолжение следует...